27 января 1944 года артиллерийские залпы в Ленинграде впервые означали не боевую канонаду, а праздничный салют. Но до этого было 872 дня настоящего ада во Вражеском кольце. В те годы город на Неве превратился в испытательный полигон, на котором история ставила свой жестокий эксперимент с питанием, а вернее его отсутствием. За годы блокады погибло по разным данным от 600 тысяч до полутора миллиона человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и обстрелов, остальные 97% умерли от голода. Сегодня многие факты этих страшных блокадных дней с трудом укладываются в голове. Но и забывать о них мы не имеем никакого права. Нашим современникам, никогда не знавшим недостатка в любимых продуктах, очень сложно до конца осмыслить всю величину трагедии, которую пришлось пережить жителям блокадного Ленинграда. Однако уцелевшие в этом кошмаре до сих пор крайне бережно относятся к продуктам, опасаясь вновь испытать подобное. Население Ленинграда стало ощущать нехватку продуктов уже в октябре 1941 года. Ввод карточек на продукты с фиксированной нормой потребления поначалу не вызвал паники среди населения, еды вполне хватало. По карточкам по государственным ценам можно было приобрести жиры, крупы, сахар и даже кондитерские изделия. Постепенно нормы потребления продуктов регулярно снижались и достигли критического уровня к ноябрю 1941 года. Карточки на продукты ценились на вес золота, при утрате их практически невозможно было восстановить. Если не было никаких продуктовых запасов и других источников прокормиться, утерявший карточку умирал от голода. Даже наличие драгоценностей и денег не спасало. Продукты почти невозможно было приобрести в свободной продаже. Продуктовые карточки часто были причиной многочисленных преступлений. Каждый любыми путями старался выжить. Блокадный хлеб Из-за перебоев с электричеством и водоснабжением остановились многие хлебозаводы, что привело к огромным очередям. Чтобы приобрести хлеб, приходилось стоять в очередях многие часы, иногда, несколько суток. Хлеб был изготовлен по особому, блокадному рецепту. 125 грамм хлеба на день. Столько полагалось голодающим ленинградцам при условии недостатка или полного отсутствия других продуктов. История знает немало примеров голода. Но эта мизерная норма хлеба – величайшая трагедия в драматической истории 20 века. Вместо хлеба стали выдавать муку, которую часто ели без кулинарной обработки. Электричество в квартиры не подавалось, люди готовили на самодельных устройствах. В самые тяжелые дни, чтобы сформировать хлеб, добавляли оболочки зерен. Эти острые обломки травмировали пищевод. В других рассказах упоминается, что мешки Сладожского озера привозили мокрыми. Застывшие куски от мешковины отрывали руками и заново перемалывали в жерновах. К муке относились очень бережно. В ход шла даже мучная пыль, которую подметали с пола. Обезумевшие от голода люди употребляли в пищу все хоть немного пригодное для этих целей. Жмых, хвоя, целлюлоза, трава, обойный и столярный клей, вазелин, кожаные изделия, олифа, костная мука, казеин. Все это сложно назвать продуктами, но обессилевшие люди приловчились готовить из них еду. Давайте подробнее рассмотрим самые популярные подобия блюд, которые и помогли жителям блокадного Ленинграда выжить. Селедочный паштет. В самом начале блокады рыбу в окрестностях Ленинграда оперативно выловили, а из-за постоянных бомбежек в каналах и Неве она мгновенно погибала. Поэтому рыба, хотя и была, но в большом дефиците, и ценилась на вес золота. Большой удачей считалось найти остатки рыбы в отбросах, и люди ими не пренебрегали. Населению выдавалось, как правило, селедка, причем тоже редко. Селедочные головы, хвост и плавники, оставшиеся от пайка, хорошо промывали, и не меньше пяти-шести раз пропускали через мясорубку. Последний раз перед промолкой иногда добавлялся небольшой кусочек хлеба, если он, конечно, был. В результате получался селедочный паштет. Заливное из столярного клея. Блюда из столярного клея стали символом блокады. Это была, пожалуй, самая популярная еда в войну. Клей делали из рыбной чешуи и плавников, поэтому считали съедобным. Из клея можно составить целое меню. 100-граммовую плитку столярного клея замачивали в холодной воде. Через несколько часов, когда клей набухал, добавляли воды до пятикратного размера и кипятили на медленном огне. По вкусу добавляли соль, а для отдушки тухлого запаха добавляли перец, лавровый лист и прочие пряности. К слову, голодающий Ленинград не испытывал дефицита со специями и пряностями. Практически в каждой семье их было достаточно. И они часто помогали избавляться от неприятных вкусов и запахов, делая из непривлекательных блюд более-менее съедобное яство. Так вот, после получасового кипячения жидкость выливали в плоскую посуду и ставили в холодное место. Через 3-4 часа заливное было готово. Многие блокадники, особенно дети, настолько привыкли к этому блюду, что долгие годы после войны не могли от него отказаться. Картофельная запеканка. Картофельные очистки, то есть кожуру, промывали и отваривали в кастрюле с водой до мягкости. После тщательно толкли и добавляли соль. Полученную массу запекали на горячей сковороде. Для картофельной похлебки к растолченной массе добавлялось тройное количество воды. Похлебка из кожаных ремней. Для похлебки брались неокрашенные ремни. Предварительно ремни резались мелкими кусочками и промывались. С вечера их заливали водой и в этой же воде кипятили не менее 2-3 часов. После кипячения бульон, если его можно так назвать, заправлялся крапивой, лебедой, купырем, мокрицей или другими травами. Для вкуса добавлялось немного уксуса. В зимнее время добавляли сухие травы или любую крупу. По такому же принципу в ход шли и другие предметы и вещи из кожи. Лепешки из горчицы. Сухую горчицу заливали холодной водой и тщательно перемешивали. Через некоторое время воду сливали. Промытую горчицу заваривали кипятком и из набухшей массы пекли лепешки. Пекли на пустой сковороде, либо с использованием любого масла, например касторовое, вазелиновое, олифа. К горчичной массе также добавляли различные жмыхи. Соевые, хлопковые, льняные и другие. Котлеты из технического альбумина. Технический альбумин – это кровь, собранная с грязных полов при убое скота и консервированная карболовой кислотой. Технический альбумин заливали небольшим количеством воды и варили на медленном огне до образования кашицеобразной массы. Эту массу брали ложкой и запекали на сковороде. Для отдушки добавляли мелко нарезанный лавровый лист и перчили, но запах полностью не исчезал. Щи из хряпы Хряпа – это верхние или обдирные листы капусты, которые обычно в пищу не идут. Это блюдо можно было готовить только осенью. Вообще, многое еда в войну имела строгую сезонность, поскольку зависело от урожаев на огородах, которые были разбиты повсюду в городе. Капустный лист очень мелко крошился и очень долго варился в подсоленной воде. В похлебку также добавлялась любая крупа. Даже при длительной варке капустные листья были очень жесткие и хрустели на зубах, почему и получили название хряпа. А еще из хряпы делали котлеты. Запеканка из капустных кочерыжек В самое трудное время – ноябре-декабре 1941 года, когда дневной паек служащих, детей и ждевенцев опустился до 125 граммов. Ленинградцы превращали в еду все, что хоть отдаленно походило на съедобный продукт. Так очень вкусная еда в войну готовилась из капустных кочерыжек. Кочерыжки размалывали на мясорубке и запекались яичным порошком или без него. Ведь порошок был продуктом дефицитным и доставался не каждому. Жареные лопухи. К дикорастущим растениям в блокадном Ленинграде было особенное отношение. Например, крапивы в городе было не найти. Ее всю съели. Ели практически все травы, но к некоторым из них относились с особой любовью. Так, например, очень ценился лопух. Особенным способом готовили корни обыкновенного лопуха. Их отваривали, обваливали в муке и обжаривали. Также можно было встретить такие блюда, как оладьи из клевера, котлеты из подорожника, жаркое из лопуха, студень из лишайника, щи из крапивы, салат из одуванчиков, кисель из водяной лилии, пюре из мать и мачехи, компот из щавеля. Кровь матери. Труднее всех было людям с совсем маленькими и тем более грудными детьми. В условиях голода у матери пропадало молоко. Но женщины изо всех сил старались сохранить жизнь своему малышу. История блокадного Ленинграда знает немало примеров тому, как матери надрезали свои соски, чтобы младенцы получали хоть какие-то питательные вещества из крови. Очень важно, что даже в тяжелые времена блокады люди оставались людьми. Жители Ленинграда умирали от голода и холода целыми семьями. В их пустующих домах играли дети. Но фактов мародерства зафиксировано не было. Объединенные общим горем, люди с уважением относились к чужой собственности. Но несмотря на сплоченность, история все же свидетельствует о нескольких случаях каннибализма среди жителей блокадного Ленинграда. Большинство блюд, о которых вы сегодня узнали, сложно даже представить в условиях нынешнего продуктового изобилия. Но все же постарайтесь вдуматься в эти кошмарные рецепты и понять, насколько же хорошо нам всем живется сегодня. А главное, благодаря кому. В завершении мы хотим поздравить всех с Днем Победы, и низко поклониться всем тем, кто сохранил для нас нашу родину. Спасибо вам, вы, герои. Друзья, не забывайте подписываться на наши каналы в других социальных сетях. Все ссылки находятся в описании к этому ролику. Возможно вы слышали о другой пище, которая позволила выживать в условиях блокады Ленинграда. Делитесь в комментариях своими мнениями по поводу сегодняшней подборки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередную порцию интересных подборок из мира кулинарии. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем спасибо, всем пока.